С кем встречался Зеленский и почему это вызвало панику даже в Вашингтоне? Но надо понимать, что такое ОМАН. ОМАН это фактически юрисдикция Великой Британии. Короны, да. И там крутятся деньги британской короны, и там крутятся деньги Индии, как бывшей колонии и протектората британской колонии. Там сбалансировано влияние, экономика сбалансирована между США и Британией. Шеврон и Шелл вплоть до того, что там баррель в баррель качают нефть, чтобы не нарушить баланс. Отсюда нервы Помпео по поводу того, что он звонил Зеленску, что ты делаешь в ОМАНе. Они очень болезненно этот момент воспринимают. И поэтому сказать, что, допустим, глава российского и силового ведомства Патрушев прилетает в ОМАН, где сотрудники МИ-6 ходят по улицам практически не шифруясь, а охраняя интересы британской короны, то, ну, знаете, это как-то при нынешних «дружественных» отношениях между Лондоном и Москвой, то я сомневаюсь. А вот то, что Зеленский мог в ОМАНе встречаться либо с кем-то из представителей семьи Ротшильдова, или с представителями Индии, в Индии очень много денег. Эта экономика, я так думаю, что в ближайшие годы станет первой в мире экономикой. У них, при том, что Китай снижает рост ВВП, Индия наращивает. И столько, сколько золота есть в Индии, мы возвращаемся, мы же меняем финансовую систему, мы уходим от судного процента, мы возвращаемся к менялу. А меняли деньги через что? Через золото. Через эквивалент денежной единицы золота, мы возвращаемся к нему. Нефтедоллар уходит в прошлое, и его убирают с арены. И возвращаясь к золотому эквиваленту, то Индия будет играть, поверьте, передовые роли. Потому что, во-первых, там золото немерено. Во-вторых, в индийской экономике денег миллиарды долларов. То есть вы решили еще больше заинтриговать ситуацию? Нет, я не заинтриговать, я просто здраво вот так собрал информацию, проанализировал и понял, что встреча могла быть, но только с представителями лагеря британской короны. Что и вызвало огромный интерес со стороны Вашингтона. Как с конкурента Великобритании в некоторых экономических вопросах. Так что патрушевый обман это как-то две несовместимые вещи.